Антитопору и полугода нет, а врагов нажил, радует, что друзей он нажил куда больше врагов, причем среди друзей антитопора даже те, кто еще совсем недавно относился, мягко говоря, отрицательно к нам. Азербайджан понятно, там в СМИ до сих пор перемывают кости нашему проекту занимательными рассказами обо мне, об Антитопоре. Некоторые из их опусов мы представляли вниманию подписчикам соцсетей. Ну, не нравится ребятам с Абширона правда, кому же она нравится? Она же больно бьет, причем на мою правду они написали своеобразный такой бред. Плохо работают ребята, достали только то, что я же на поверхность о себе и выставил, а то, чего не нашли, додумали сами. Что ж, не будем грешить на соседей, в каждом народе есть приятные думающие люди, а есть и уродцы среди своих представителей. И как я как-то уже говорил, и армяне в этом не исключение. Армяне или кто они там, я не знаю, во всяком случае представляются армянами, но с какими-то там далеко не с армянским менталитетом и темпераментом. Просто неправильные армяне, делающие неправильный мед, как те самые пчелы из сказки Милна. Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Несколько месяцев назад в ВКонтакте группы Антитопор вышла публикация интервью вашего покорного слуги с генерал-лейтенантом Наратом Т.Р. Григорианцем. Сначала мы созвонились, лично я созванивался, задал ему несколько вопросов на тему информационных войн, на тему окавказивания армян некоторыми костюмерами и сантехниками, на тему одного из сайтов, который работает анонимно и внедряет армянам чужеродную культуру и постоянно занимается, опять же, анонимно полосканием нижнего белья. Моего, либо русского поэта Виктора Александрова. Разговор телефонный с генералом продлился несколько минут. Я понял, что генерал довольно общительный человек и предложил ему просто ответить конкретно поставленные мной вопросы конкретными его ответами. Что и было сделано. Результат интервью вышел в свет в тот же день, когда я и получил все ответы, как все мы обговорили. Через некоторое время окавказившиеся ребята из сомнительного сайта воспользовались тем, что генерал находится на санаторном лечении в их родном городе Кисловодске. Встретились с ним, перед съемками напели обо мне гадости. Потом включили камеру. И вот что из этого вышло. Как представители сообщества Национ.АМ-то подобедняют многих людей на протяжении уже многих лет, порядка 8 лет, мы работаем в информационной сфере и культурной сфере в разных сферах. Не могу не задать этот вопрос. Недавно в СМИ появился интервью, подписанное неким Владимиром Арутиным. Интервью содержал много, скажем так, несуразности, как нам видится. В нем было помянуто ваше имя, произведенные ваши слова. Вот что вы могли бы сказать по этому вопросу. Вы знаете, вот это интересное явление. Я всегда имел в виду МИАЦУМ. Знаете, когда-то, в 90-х годах, еще до создания, ну, когда развалился Советский Союз, этот период, вот этот развал, момент Верховной Советы Карабаха, а также национально, это Республика Армения, приняли решение о МИАЦУМе, о воссоединении МИАЦУМе. Но, к сожалению, когда пришли к власти, товарищи, те, которые пришли к власти, они в Конституции не предусмотрели и игнорировали это. Поэтому у меня в голове от МИАЦУМ осталось вот эти точки зрения. Вот я сейчас вас впервые вижу, смотрю я, вы даже успели чуточку поговорить, у вас нормальная логика, прекрасное мировоззрение, у вас чувство гордости за то, что вы армянин, за то, что вы говорите об армянской нации и поддерживаете наш дух, и вы стараетесь распространять этот дух, чтобы защищать честь и достоинство армян, извините меня, если бы я раньше, хорошо, что может быть произошло то, что это какие-то негативные моменты, что-то вы рассказывали мне, я не читал, и мы встретились с вами, я благодарю судьбу. Может быть, это, знаете, мне было, а это помогло, может быть, да, надо было так кому-то сделать, чтобы мы встретились, может быть. И я благодарю судьбу, что мы с вами встретились, иначе, чтобы разобрались, что же такое здесь. И даже нанести, как бы, укол маленький по тем разгильдяям, которые, значит, вот такие вот обманные действия. Но нельзя этому человеку пользоваться авторитетом другого, распространять ложные вещи. Это человеку надо наказать, просто наказать. Поэтому вот с Миацумом, что там произошло, я не знаю, я скажу, не всю прессу читаю, я читаю прессу в интернете, и так покупаю газеты там, и так далее. Но, вы знаете, вот то, что вы рассказали, ну, я вот вас послушал, я вас послушал, у вас прекрасные взгляды на жизнь. Я даже говорю вам спасибо, что вы приехали сюда, и мы встретим вас с Ассоем. Некто Вадим Арутюнов, и это говорит тот человек, который с позором притаился и не светится в соцсетях после моего разоблачения. Сергей Аваков, по кличке Шушинский. Это я-то некто? Впрочем, есть за что меня нектовать. Ты тот, кто оскорблял армян, женатых на русских, всеми благими и неблагими матами, всеми словами Радуги, пока я тебя не вскрыл и не рассказал, что ты сам женат-то на русской. Ничего в этом плохого нет, только зачем оскорблять других. Ты тот, кто оскорблял армян, отдыхающих в Турции, а сам по два-три раза отдыхал в той же Турции, в Анталии. Впрочем, смотрим дальше. Это уже следующее интервью их же с тем же генералом. Не будем откликаться. Первый вопрос. Гурат Григорьевич, возвращаясь к вашему интервью на страницах интернет-портала «Экромаз», которое было подписано неким Вадимом Арутюновым. В предыдущей беседе вы подтвердили, что ваши слова были искажены, и вы не говорили того, что вам приписывают, а именно клевете в адрес Мияцу Мамэ. Но возникает еще ряд вопросов. В интервью вам приписывают слова о том, что армяне не могут быть этническими кавказцами, как будто кавказцы – это этнос. Далее следует ряд штампов, вроде «мы потеряем сначала нашу богатую культуру, слез за ней государственность, армяне окажутся горными апреками, что антитопор станет маяком для них, и вообще, якобы вы называете оппонентов антитопора дураками, терминология явно вам не присущая». Скажите свое заключительное слово в отношении этого интервью. Что на самом деле произошло? Вы знаете, да, мы с вами в Москве говорили, обсуждали, вот то, что вы задаете, но эти вопросы, которые вы задаете, для меня это новость. Во-первых, вы знаете, ну подставили просто меня. Я удивляюсь, как главный редактор газеты «Ерк Ромас» пропустил эту статью. Дело в том, что мне действительно звонил какой-то парень из «Ерк Ромаса» и вопросы задавал определенные, но я там не применял те. Ну, во-первых, он должен был мне, ну, как бы по-военному доложить, что получается, но он не позвонил, ничего не сказал, а взяли и опубликовали. Я это интервью не читал, потому что, ну что мне читать это интервью, когда я уже знаю, о чем я говорил. Ну, я такие вещи, как антитопор, апреки, глупости. Я вот сейчас вот, вы впервые мне вот это показали еще раз, удивительные какие-то слова, какие-то категории применяются, оскорбительные для народов, которые живут на Кавказе. Оскорбительные. Поэтому я извиняюсь, значит, перед теми людьми, которые могут понять от меня, что это не так, потому что я эти слова не применял. А, какой целью этот корреспондент, как его фамилия? Вадим Арутюнов. Вадим Арутюнов, ну, вы знаете, его надо, вот я просто разговариваю, его надо привлечь к ответственности. И вообще, я опровержением должен выступить против этой газеты, как эта газета пропустит. Дело в том, что главный редактор газеты знает меня и знает мои, какие он, у меня какие слова армифонт языка. Я такие слова вообще никогда в жизни не применял. Когда-то читал про Абрека там и так далее, но я их не применяю. И вот такие глупости. Кавказ, ну, что такое Кавказ? Слушайте, если возьмите дальше, посмотрите, Кавказ это регион. Она связана, знаете, в этом регионе живут масса народов. И, конечно, восточная часть великой нашей Армении, она находится на Кавказе. Южные отроги Кавказа это, вы посмотрите. Спрашивается, для чего нужно было делать одним и тем же людям интервью с одним и тем же человеком и дробить это в расстояние ни много ни мало в целый месяц. Обратите внимание, в первом интервью, упоминая меня, говорилось о Мияцуме. И только. Намек был на то, что я отреагирую на это и скажу, а что ж о Кавказе не поговорили. Выжидательная позиция провалилась. Пришлось выставлять второе интервью, где речь уже идет о Кавказе. Я не отреагировал потому, тогда еще, что правда была на моей стороне. Не хотел дергать генерала по той причине, что, во-первых, мне неприятно дергать человека и делать из него заложника ситуации в силу того, что он взрослый человек, кому-то в отцы нам годится, кому-то в дедушке годится. Во-вторых, я, в отличие от Авакова и авакоподобных существ в папахах и бурках, служил в армии и соблюдаю субординацию между солдатом и генералом. И никогда не позволю себе наговорить гадости о третьем лице, а потом сесть, словно ни в чем не бывало, и вытягивать с интервьюируемого мнение о человеке, о котором уже наговорили гадости. Между тем, предлагаю вашему вниманию ответ Нарата Т. Григорианца мне на почту, из которого и сложилась публикация моего интервью. Вот только отрывок, самый важный, где генерал пишет о противоположном до того, как встретился с этими авакоподобными анонимами и самим Аваковым. Вопрос мой прозвучал. Это отрывок из всех остальных вопросов, но самый актуальный, из которого наши авакоподобные существа сделали интервью, я привожу вашему вниманию. Это часть, которая была написана не в телефонном разговоре сказанная. Конкретно приведу в пример сайт Мяацум Ам. Тексты этого сайта не подписываются сплошными анонимами. К тому же, люди, делающие Мяацум.ам, ссылаются на ваше безупречное имя. Якобы вы имеете какое-то прямое отношение к разработчикам сайта. Может, сталкивались когда-либо. Нараттер Григорианц отвечает. Я никогда с ними не занимался, понятия не имею. Однажды я заметил поклёб на деятельность Национального конгресса западных армян. А наши не писали ничего про это. Тогда мы поняли, это наш враг. И прекратили читать. Вопрос мой следующий. К сожалению, подобным характером грешат не только Мяацум.ам, но и ряд социальных сетей, где полно молодежи. В ВКонтакте, например, уже третий год создана целая социальная пирамида в виде различных групп, где говорится, что армяне этнические кавказцы. Выставляются фотографии армян черкесских, распространяются слухи о каких-то армянских лезгинках. Можно ли назвать это диверсией информационной войны? Ответ генерала. Да, это война. Мы не кавказцы. Мы армяне и наша родина, вся западная Армения. Вот что и требовалось, в принципе, доказать. А теперь внимание. Кульминационный момент, на котором можно ставить точку на теме с генералом. Вам же не о чем. Советую больше не трогать человека, который в отцы и деды годится. Внимание на экран. Потому что после встречи с ребятами из МИАЦУМ, АМ, ибо это очень интересная встреча была, где прошло как-то недоразумение, что в разделе антитопор ведется какая-то антиармянская пропаганда. Но я вам скажу, после беседы с вами, и после проверки некоторых ваших, ну, как проверки, с точки зрения ознакомления, некоторых сайтов, не сайтов, а выступлений, там, разных, значит, записей и так далее, пришел к выводу, что, вы знаете, очень большое недоразумение создалось между вами, МИАЦУМ, и мною даже, что когда меня спрашивали о ваших делах, что есть там вот такие-то против армян что-то, я привел такое вот слово тогда, что я миа-отцом не читал, и вообще я антитопор не читал, поэтому если среди наших сайтов появляются какие-то антиармянские вещи, то это может быть или турецкое направление, или азербайджанское направление, и я убежден, что вы порядочные, организованные, дисциплинированные, патриотически настроенные ребята, и думаю, что ваш вот этот сайт антитопор играет огромное, прекрасное свое имя, хотя вам и никто не управляет, но ваша душа, ваш патриотизм, ваше стремление позволяет вам существовать, и можно вас уважать, поэтому я прошу вас, значит, я даже поговорю с ребятами из миа-отцом А.М., чтобы, знаете, чтобы где-то между нами, где-то проскочили какие-то недоразумения, или взгляды, или слова, которые оскорбили честь и достоинство, вы их, они это, или я, я извиняюсь, значит, я когда-то, наверное, не очень сильно изучил, сказал что-то, но вот эти искажения в средствах массовой информации, они приводят к недоразумениям, то есть я прихожу к выводу, товарищи, ребята, что среди нас возникли массы недоразумений, из-за каких-то неправильных высказываний, если с моей стороны, я прямо самокритично скажу, я извиняюсь, значит, я не-то понимал где-то, а сейчас, когда я буду... Таким подлым образом заложниками ситуации становятся многие известные и неизвестные люди. Эти авакоподобные армяно-кавказские существа щитростью овладевают человеком, набиваются в друзья, затем начинается промывка мозгов или маленькая неожиданность для проформы, как с известным спортсменом Давидом Айропетяном. Перед вами фотографии, где Давид Айропетян вместе с прокавказским идеологом Сергеем Аваковым, он же Шушинский, в Черкесске. Давид охотно сфотографировался и с Аваковым, и другими его единомышленниками по пятой колонии, которые руководят, которые, вернее, руководят Миацумом.ам. Фотографироваться это и не планировалось изначально. Давид не понимал тогда, что стал жертвой аферы. Между тем, мне стало любопытно. Я связался с Давидом Айропетяном и снова столкнулся с подлостью со стороны этих Папаховых. Давид рассказал, что во время футбольного матча к нему подошли неизвестные, которые стали петь ему дифирамбы как хорошему спортсмену. Один из них, то есть Аваков, представился реаниматором армянских костюмов из Екатеринбурга. Попросил надеть черкеску и сфотографироваться в ней. Давид спросил, а разве это армянский костюм? На что Аваков ответил утвердительно, добавив, что это старый армянский костюм, костюм, про который армяне забыли, видите ли. Так и появились эти фотографии. Самое интересное, мама Давида, историк по образованию, когда увидела фотографии сына в этом наряде, удивилась и сказала таки правду сыну, что его вели в заблуждение, что армяне Тифлиса или отдельных регионов, хоть и носили время от времени подобные костюмы, но он не является армянским. Надевать можно все, что угодно. На мне сейчас вот обувь Джорджи Армани, но от этого я не стал ни Джорджио грузином, ни Армани, ну, армянином я являюсь, но во всяком случае эта обувь не стала армянской. Вот, в принципе, и все. Носить можно все, что угодно. Давид, ну, некоторое время назад в сети появилась твоя фотография в кавказской одежде. Вот. Можешь прокомментировать вообще историю появления этой фотографии? Ну, это после Олимпиады в Лондоне. Ну, как бы. Решил поехать в Армению, футбол в Италии, Армения играла. Ну, конечно, на родину слетать. Ну, поехал я, как бы, ну, с группой поехали, с Пятигорска, с ребятами. И решили, ребята одели в эту одежду. Ну, как бы, ну, прикольнуться, болеем, типа. Ну, в этой одежде. Ну, я тоже думал, за компанию одеть. Ну, оделись, пришли, поболели. Игра сыгралась. Правда, проиграли. Ну, так расстроились. И все, ничего более. То есть, просто к тебе подошли люди, да? И просто попросили одеть. Ну, знакомаясь с Пятигорска, да. Давай, давай оденем эту одежду. Ну, надел я, ну, как бы ничего в этом такого не видел. То есть, ты не считаешь, да, что армяне там кавказцы и так далее, поэтому ты и одел. Ну, армяне, во-первых, если углубиться в армянскую историю, это видно, что армяне далеко не кавказцы. Я уже говорил, что эти чудаки не только хитростью заманивают к себе народ, но и, будучи по большей частью анонимами, анонимно строчат угрозы всем, кто отрицает кавказскость армян. Одним из коих был маэстро, главный хореограф армянского танца в Армении, Гагик Геносян. Можем продемонстрировать вам небольшой кусочек из интервью с этим человеком. Было время, когда ко мне было высвано анонимное письмо с угрозой. Ну, такие, как я, обиноваты в том, что был геноцид. Потому что мы пытаемся отторнить Армению от Кавказа. Это Армения, если идет по всему. Да. Из России. Из России. Да. То, что мы пытаемся отторнить от Кавказа Армению и говорим какую-то про абсурдную законную Армению. И выдумываем какие-то легенды. Армения – это исконная. Мы Кавказ. Мы Кавказы должны стараться носить ту одежду, которую носят на Кавказе. И постоянно попытаться быть общим и в культуре. Очень беден народ, который старается быть похожим на кого-то. Даже на самого, скажем, преуспевающего народа. Каждый народ. Порой задумываешься, а вы-то кто такие? Что из себя представляете? Вся эта так называемая армянская ГОП-компания состоит из каких-то там недоармян. Необразованных армян и армян из пятой колонны, мечтающих путем искусственного оплодотворения породниться с кавказскими народами. Так роднитесь. Кто вам мешает? Только зачем присваивать себе культуру кавказских народов? Я люблю практически все кавказские народы. И кто меня лично знает, подтвердит это. Кто угодно подтвердит. Из кавказских народов, в принципе, среди них самые лучшие друзья. Самые лучшие и справедливые. Вот поэтому я, впрочем, и люблю. А у вас, кавказоидов, косящих подкавказцев, не искренняя любовь. Давайте признаемся. Да ее вообще у вас нет. Пытаетесь убедить тех же чеченцев или грузин, что они носители армянской одежды и армянской культуры. Вот в чем ваша любовь к ним проявляется. Тогда как вас самих с большой натяжкой можно назвать армянами, судя по вашей репутации, которую вы теряете из месяца в месяц. А этот и вовсе был женат на двоюродной сестре. Развелся с ней и вернулся в незалежную. Где это вы видели, чтобы армяне на сестрах женились? Пусть даже на двоюродных, троюродных. Кроме того, этот недоумок однажды похитил юношу. Взрослый мужик. Решил тягаться с юношей. Затащил его в машину и увез за город. Благо мы с приятелем подоспели. И запись угроз этому юноше у меня имеется. Все, что он ему в машине говорил и чем угрожал. Так что, подонок попаховый, советую сидеть у себя там в незалежной. А юноша этот сейчас здесь, в студии. Артем, я о тебе. Все верно я сказал? Все верно. Сами слышали, все верно. Чудо в попахе. Сейчас в Украине, как вы догадались. Кавказо-майдановец. Помнится, однажды утверждал, что понятие армянское Нагорье не существует. Оно возникло только в 19 веке. Книжки бы хорошие тебе. И всем вам бы почитать эти книжки хорошие. В 19 веке армянское Нагорье было не названо, а реанимировано. Это разные понятия. Если вы откроете Страбона, а Страбон родился в 63 году до нашей эры, В его географии, во втором томе, 17 столбце, где он рассказывает об Ариях и Бактрах, упоминает и армянские горы. Все античные авторы эти горы называли армянскими. И никак иначе. Лишь созданием османской порты в 14 веке османы стали переименовывать свою топонимику и армянскую, и греческую на свой лад. Всю эту топонимику. И армянские горы стали называться на турецкий лад. ДОУАНАДОЛУДАГЛАРЫ Восточно-Анатолийские горы. А немецкий геолог Герман Абих лишь восстановил, реабилитировал топонимику этих гор и назвал армянским Нагорем. Но, видимо, такое название не по вкусу не только туркам, но и некоторым недоармянам. Вот маленький кусочек из Страбоновской географии. Вход в Каспийское море из северных отрок армянских и медийских гор. Остальное вы видели, значит, на экране. Хотелось бы обратить также ваше внимание еще на одну деталь. Пуссирает по-армянски. Люди в черкесках, по пахах, с кинжалами, у алтаря армянской церкви. Фото сделано, как вы догадались, при содействии от Кутюрь Доля Армени Коказ, месье Авакова. Также эти горе-армяне часто выкладывают у себя на страницах видео и фото хореографического ансамбля армян Аргентины, которые иной раз танцуют почему-то в черкесках. Как эти костюмы попали в Аргентину, мне неизвестно. Но впервые за недолгую историю антитопора я попытаюсь разобраться в этом вместе с вами. Судя по статистике канала, нас смотрят во всем мире, в том числе и в Аргентине. В будущем, по желанию тех, кто не понимает по-русски, наши эфиры будут выходить и на ряде других языках. Ну а коль пока мы выходим на русском, а в Аргентине нас смотрят, я обращусь к нашим братьям-армянам из Аргентины по-испански. Даже с таким аргентинским диалектом, чтобы уж конкретно мой вопрос был ими понят. Hago un llamado a los armenios de Argentina. En Rusia a menudo muestran la danza de los armenios de Argentina danzando con trajes del Cáucaso. ¿Podrían, por favor, responder y indicar de dónde han sacado esos trajes? No son armenios. ¿Los trajes fueron enviados desde Rusia o fueron cosidos bajo algún boceto? Les pido, por favor, una respuesta. Esto es muy importante. Gracias y un cordial saludo a todos los armenios de Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata, Córdoba, Asunción y otras ciudades de América Latina. Los amamos. V заключении, хотелось бы сказать следующее. Никому не удастся заткнуть рот антитопору. Ни своим, ни чужим. Хотя свои могут быть чужие, и очевидное вам было продемонстрировано. 3 года назад, когда я только появился в соцсетях и посмотрел, что здесь творится, я еще не знал, насколько это серьезно. Подумал, ну не всем же быть специалистом. Вмешался в разговор и стал поправлять тех, кто армян называл этническими кавказцами. В ответ получил не диалог, а кучу оскорблений. Это был сумасшедший дом. Причем оскорбления были и на личные сообщения, в личных сообщениях. Оскорбления были и в виде видеообращений от анонимов с перевязанной башкой, чтобы не узнали, кто хамит. Оскорбления были даже музыкального характера. Сочинили песню с моим именем. Я долго уговаривал прекратить это безобразие. Они ослушались. Тогда мне пришлось заняться ими. Теперь они в обиде на меня. Если бы я имел представление о соцсетях 3 года назад, то говорил с ними бы по-другому, их же языком. Например, вот этим. Но воспитание не позволяло это сделать. Пришлось только принимать от них оскорбления и ничего в ответ подобного не предпринимать. Но времена меняются. И у гадов нет национальности. А гады нуждаются в том, чтобы их давили каждый раз, как они просыпаются и подползают сами. В следующем выпуске не пропустите. Я, специалист-индоевропеист, тепломированный востоковед-индолог, расскажу вам и об атмогенезе армян, и разоблачим все те фальсификации, на которые ссылаются наши армяна-абреки. Не пропустите. Будьте с нами. Продолжение следует...